Итак, дорогие друзья. Начинаем. Второй день работы уже с государственной комиссией по защите выпускных угол инфекционных работ по специальности связи с общественностью. Первоначально я ознакомлю вас с регламентом нашей работы, из чего состоит процедура вашей защиты. Первое, ваше краткое выступление, обращая внимание, краткое, которое ограничивается 7-10 наимонник, это максимум. Так как у нас уже какое вознакомление с вашей работой предварительное, тем более, наверное, краткое, так что обращайте внимание на выводы. Далее, вопросы к комиссии, ваши ответы, глубокие и умные. Выступление рецензента, если он имеется, или же рассчитывается рецензией сектором ГАКа, ваши ответы на замечание рецензента. Далее, выступление при желании научного обеспечения действия, если ему что сказать, с картинистикой соискателя, а не с анализом его работы. И свободная, открытая дискуссия, если желающий выступить по проектному выступлению. И в итоге, ваше заключительное слово. Все, что вы хотите теперь нам сказать. В итоге. Все, что вы имеете в виду. Все, что вы имеете в виду. Далее. Впервые мы идем по новой системе. Кредит на модной системе. Которая теперь коснулась к защите граждан. Вы знаете, что на защиту уделяется очень много кредитов. Более 500 баллов, которые нам необходимо было распределить. Поэтому, с одной стороны, мы считаем, что, скорее всего, это все-таки приводит к большей коллективности пациентов. И по первому дню защиты, по-моему, это начинает оправдываться. Поэтому, вся работа дата состояла из двух частей. Залочных для вас. То есть, мы просматривали вашу работу. В соответствии с аутистичностью, достоверностью и так далее. То есть, работа даетесь на студент. Далее, просматривали структуру. Оценивали структуру работы. И есть какая-то часть баллов, которую вы заработали за формальную поправку. А сейчас? Соответственно, вся остальная процедура. Где оцениваются ваши цифры. Где оцениваются ваши презентации. Ответы и так далее. От того, что достаточно подъемная работа по подсчету итогов, то результаты идут отдельно не всего. Не сразу после защиты. А осмотрители завтра с утра на стенде регламента. Я не знаю. Вопросы по регламенту? Все понятно? Да. Замечательно. До записи. Итак, я приглашаю на приговору первого защищающегося, звездом Дарьи Михайловны, с выступлением, с презентацией, с представлением нити работы «Формирование и продвижение документноспособности Российских федерированных проектов класса «Люкс». Работа выполнена под руководством Елены Павла Ассо». Ассо holiness qualifying. Вопросы по-моему, Вот так. Дпишет педагогов о том, где-то? Одну секундочку. Но когда я нахожусь в германулное состоянии федера, то даю я ввести заседание графа и государства до переноса. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Такие бренды, как Титум, Бутгарь и как Свеж, достаточно хорошо известны даже самым простым, даже обычным бывателем. И эти имена всегда на слуху, и практически каждый десятый человек слышали, то в России нет ни одного бренда подобного уровня, хотя конкурентоспособный потенциал у некоторых российских брендов есть. Таким образом, цель исследования заключается в следующем. Доказать возможность создания конкурентоспособного бренда с мировым именем и разработать ряд рекомендаций для формирования и продвижения материальных активов этих брендов. Существует ряд причин, которые препятствуют формированию конкурентоспособных российских брендов. К основным проблемам спектра рынка, а также члены Ассоциации ГИБИ и регулиров России относят следующее. Это большое количество контрабандных истерий, представленных на российском рынке, также несовершенство законодательства Российской Федерации и регулирующего отрасли. Еще одной из причин является рост цен на зорку и бренда, а также отпуске мотивации производителей. Первые три причины тесно связаны между собой, так как оказывают непосредственное влияние друг на друга. Так несовершенная законодательная база позволяет развиваться отечественному производителю. И при этом допускает на рынки разбуду контрабандных истерий и подделок. Еще одной из причин российский ювелир Андрей Анамо прописал следующим образом. Отвечая на вопрос издания ювелирных истерий, что необходимо для создания успешного ювелирного проекта в России, он ответил, что он сказал, чтобы стать известным в России, нужно либо умреть без известности, либо прославиться сначала за границу. Тем не менее, на российском ювелирном рынке присутствуют факторы, которые свидетельствуют о том, что при желании производителей и грамотных технологий у российского ювелирного рынка есть потенциал создания конкурентоспособных брендов. Это и объем подобычи алмазов. В 2005 году Россия обогнала подобычи алмазов мирового алмазного лидера. Также у нас есть талантливые российские ювелиры, известные не только в России, но и зарубежом. Российская и знаменитая русская граммка, своеобразный дизайн и стиль изделий, а также качество изделий. При продвижении люксовых ювелирных брендов очень важно правильно их описывать, постоянно предлагая интересные сравнения, символические образы, связанные с сюжетами об удивительных случаях, возможностями и истории, связанные с этим брендом. Это поможет дорого продать люксовые изделия, и как только оба... Продолжение следует...